Обрушение произошло как раз таки в месте присоединения новой трубы, отремонтированной к существующей старой трубопровод 1984 года выпуска. Как раз таки его ремонта не было. Инцидент произошел в 5 часов утра. Ранее сообщалось, что на устранение проблемы и установку временного водовода понадобятся сутки. Однако директор водоканала заверил, подачу воды горожанам вернут намного раньше. Подтвердил это и мэр Улан-Удэ в своем телеграм-канале. Делаем все возможное для бесперебойного водоснабжения. Планируем за 12-15 часов восстановить подачу воды для наших горожан. Тем не менее, по домовым чатам расходятся сообщения об отключении холодной воды до 12 ночи. Пожалуйста, сделайте запас воды. Подвоза, возможно, не будет. Представители водоканала в районе 3 часов дня подтвердили частичное отключение холодной воды в Октябрьском районе. Это коснется улиц в сотых микрорайонах. Подвоз воды все же организуют. Горячее водоснабжение уже перекрыто. Это коснулось домов с закрытой системой водоразбора. Всего 252 многоквартирных дома и 22 соцобъекта. Мы сейчас находимся здесь, на вершине горы. Вот снизу мы видим, у нас работает экскаватор. То есть как раз эти бригады на месте подготавливают врезки для временных трубопроводов. И плюс подготавливают заглушки для обрушившегося водовода. То есть после завершения вот этих работ мы сможем проложить временные трубопроводы и подать холодную воду непосредственно на собственную станцию. Планируем организовать временный водовод и уже в штатном режиме подать воду. Дальнейшие работы по устранимой ситуации мы будем также дополнительно информировать. Тем временем из-за аварии на дистанционку отправили 14 городских школ. Мы руководителям дали установку. Смотрите по ситуации. Это ограничение воды или полное отключение? Потому что мы понимаем, что ситуация аварийности, она непредсказуема. Напомним, в начале недели сети водоснабжения уже давали сбой. Без воды осталось несколько сотен домов в микрорайоне Шишковка. По текущей аварии ситуация меняется каждый час. Актуальную информацию смотрите в телеграм-канале и соцсетях АТВ.